По окончанию этого урока у вас должно получиться следующее В этом видео я научу тебя фингерстайлу за 10 минут Это продолжение того самого видео Научу тебя играть на гитаре за 10 минут Которое я выпустил в сентябре и его посмотрело уже миллион человек Многие с помощью этого видео научились играть У многих не было гитары Но я надеюсь, что к этому моменту у вас она уже есть И теперь мы сможем с вами хорошенько позаниматься Приступаем Фингерстайлу будем учиться на песне группы Nirvana Smells Like in Spirit Играется она в оригинальной тональности здесь Я опустил на полтона вниз Потому что у нас так появляются открытые струны Шестая и пятая в басу Но чтобы нам вернуть оригинальную тональность Нужно играть просто с каподастром на первом ладу Начнем с первого шага Это наш фундамент, на чем будет основываться произведение Это басовая линия Басовая линия состоит из четырех нот Первая это шестая открытая Вторая нота пятая открытая Третья нота соль Шестая струна третий лад И четвертая нота до Пятая струна третий лад Каждый бас будем играть по четыре раза Для того, чтобы упростить Пока просто будем восьмыми нотами Ровно играть по четыре раза каждый бас Вот таким образом Нам с вами нужно добиться того Чтобы эту басовую линию Вы играли не задумываясь Не путаясь Чтобы она у вас вбилась в пальцы Потому что дальше мы будем накладывать На это мелодию У нас появится два слоя А это уже и есть фингерстайл Фингерстайл это ведение Нескольких партий на гитаре Одновременно самостоятельно Одному человеку Нам нужно, чтобы хотя бы Одна из партий велась Максимально бессознательно Чтобы мозг не разрывался Между тем, как играть Одну и другую партию Это будет басовая линия Чтобы подготовить себя К тому, что будет дальше Давайте попробуем Мелодию напеть Одновременно с тем Как будет играться бас Лучше вслух Но хотя бы про себя Дальше попробуем Эту мелодию перенести на гитару Будем двигаться медленно По одному такту Начиная с шестой струны Здесь у нас уже появляется Такой элемент Hammer on Нам нужно будет Сыграть шестую струну И в этот же момент Ударить по третьему ладу Второй струны Это может быть Затруднительно для начала Поэтому здесь нужно Остановиться И сделать все медленно И не спеша Дальше следуем По пятой струне Само по себе С пятой струной Она не очень звучит Поэтому давайте Сразу соединим Весь такт Чтобы у нас была Одна более-менее Законченная фраза Поиграйте так некоторое время И будем двигаться Ко второму такту Делаем то же самое Зацикливаем И петляем Второй такт Дальше берем Первый и второй такт И соединяем их Если у вас что-то Не получается на этом шаге Не расстраивайтесь Не спешите Поставьте на паузу Попробуйте Если вы устали Выключите видео И придите на следующий день Включите его И продолжайте заниматься Завтра Голова будет свежая И получаться будет уже лучше Итак Первые два такта Мы уже сделали Двигаемся к третьему И четвертому такту Снова играем Нашу басовую линию Заново Но мелодия меняется И тут делаем то же самое Сначала учим Один такт Потом второй такт Потом два такта вместе Кстати я записал Полноценный курс По игре в этом стиле Он называется Секреты фингерстайла В нем я обстоятельно Объясняю все Фундаментальные И нужные вещи Которые нужно знать И уметь делать Для того чтобы Хорошо Полноценно Красиво И классно Играть В этом стиле Ну а больше подробностей Как обычно По ссылке в описании Хорошо Если у вас получилось Тогда мы можем Двигаться дальше Теперь мы Нашу басовую партию Усложним Третий бас Третий бас Выкидываем Делаем паузу А последний И вовсе Заменяем На ноту Си Пятый лад Вторая струна Тут точно так же Можете учить По одному такту Если получается Учить сразу два Учите два Если можете Сразу все четыре Учите все четыре Согласитесь Стало звучать Поприкольней Для того Чтобы вам было Проще это выучить Я сыграю для вас Это медленно Если у вас Где-то возникают Проблемы Вы можете Эту запись Медленную Пересматривать И смотреть Куда я ставлю пальцы Пятый шаг Когда у нас Все это получилось Нам нужно Избавиться От каши Когда мы Не глушим Бас Он немного Сливается С мелодией Но если Бас мы заглушим Он начнет Выделяться Точнее Мелодия Начнет выделяться На фоне Приглушенного Баса Для того Чтобы приглушить Бас Нам нужно В районе Нижнего Порошка Поставить Вот так Руку Максимально Близко Прямо К пинам Ставим Руку И наклоняя Ее Таким образом Играем Наш бас И играем Соответственно Все то же Самое По-моему Звучит Уже Классно Но чтобы Прям совсем Звучало Уах Нам не хватает Одного элемента Это Щелчок Помните Ту паузу Где у нас Не было Третьего Баса Давайте Вместо Этой Паузы Будем Бить Большим Пальцем По струнам Но здесь У нас Могут Возникнуть Небольшие Трудности В этот Момент Иногда Нужно Будет Щипать Струну И вот Это Будет Самой Большой Для вас Сложностью Давайте Покажу О чем Идет Речь Вот здесь На Третьей Восьмушке Нам нужно Сыграть Вторую Струну И одновременно Большим Пальцем Ударить По струнам Это мы Делаем Так Щипаем Как обычно Вторую Струну Но при этом У нас рука Уже идет На замах Причем Вот так Вот в этой Плоскости То есть мы Руку Как бы Опускаем При этом Большой палец У нас Выснут Поэтому Будет Бить Именно Большой палец Итак Мы щипаем И бьем Это можно Чувствоваться Как одновременно Сделаем Медленно И когда Мы Подмешаем Этот удар Во все Что мы Играли До этого Получится Следующее Очень вероятно Что за один раз У тебя Не получилось Выполнить Все эти шаги Полноценно И хорошо Не спеши расстраиваться Посмотри Это видео Через день Через два Постепенно Приходи Возвращайся К предыдущим Шагам Которые у тебя Не получились Пусть на каждый Этап У тебя Уйдет Какое-то Время Но пусть Каждый Этап У тебя Будет Отлично Отработан Тогда В конце Ты получишь Не менее Отличный Результат Ну а на этом Все Ставь лайк Подписывайся На канал Прожимай Колокольчик Увидимся С тобой В следующем Видео Почему Ты все Еще Здесь Но Не подписался На канал Вот Перед Тобой Конка Жми На Вот Иконка Жми На Нее Субтитры